Бэдварс это игра в которой чтобы показать достойный уровень скилла нужно хорошо знать такие аспекты игры как пвп, строительство, тактическое мышление, правильное использование ресурсов и так далее. Многие игроки по этим причинам называют бэдварс сложной и благодаря сложности интересной. Но в бэдварсе также есть много профессиональных игроков, проще говоря задротов, которые скажут что на самом деле бэдварс в целом легкая игра, я ее даже с отключенным монитором легко выигрываю. И с такими игроками сложно поспорить, ведь они реально выигрывают. И мне вот стало интересно, насколько сильно нужно усложнить бэдварс, чтобы эти самые задроты согласились с обычными игроками и назвали бэдварс сложной или же даже невыигрываемой игрой. И чтобы это проверить я позвал трех про игроков, которые видят солнечное затмение чаще чем экран проигрыша. Это Е6А4 или же Вадимчик, бэдварсер, паркурист, мардер мистерер, гонщик, телебриджер и вообще он вроде задрот во всем что есть на хайпикселе. Лимончик, скайварсер, зебриджер и наверное один из сильнейших бэдварсеров с которым я когда-либо играл, а я если что даже с топ 1 бэдварсером хайпикселя играл. Венти или же Витма, бэдварсер, сумошер и в целом очень жесткий пвпшер. Ну и хайо всем, с вами Лирис, я последний игрок этой бэдварс команды. Что ж, давайте же найдем ту сложность, которую даже команда задротов не сможет пройти. Погнали! Первый уровень челленджа, не использовать алмазы. Первый челлендж без алмазов, то есть я ставлю челлендж линнегейт. Все обычно, кроме того, что мы играем без даймондов. Ну тут есть пати соток, это у нас зеленая. Гейт, рашем зеленый кто-то? Один дефай давай, работай. Бедные челики, не повезло им попасться с какими-то задротами. Уже трое. Уй, они наверх побежали. Найс. Ой-ёй-ёй, ладно, я не сломаю их, кажется. Почти сломал, аааа. Брэй! Да что-что такое, что я делаю? Да что это такое? Сейчас я чуть-чуть подсоберусь, чтобы помощь команде какую-нибудь. Оформим. Сейчас строишься, какая помощь? Так я хорошо. А? Не знаю, как я это выжил вообще. Нет, у них он. Он чего-то не со мной шел, а где ты был, лимончик? Найс. Я шел уж. А, вниз. Низ, да. Припол. Сзади, сзади еще один зеленый. Я постараюсь его убить. Все, спасли. А, он, наверное, кто подстроится. Невидимость купил. Будет убегать, скорее всего, вряд ли он на нас нападет. Едем. А, осторожно. Найс. А, ну, кажется, убери их. Я упал! Убейте быстрее! Быстрее. А, не успели. Я забыл, что у нас кровати нет. Он просто такой, ну ладно, выиграли и спрыгнул. А потом понял, что у меня кровати. Второй уровень. Добавляется челлендж дефузер. Надо раздефузить кровать, чтобы игроки могли его сломать. Блин, ну карта, конечно, такая не самая приятная для нашего нынешнего челленджа. Это нормально. Ну, ты хочешь карту паладинга какую-нибудь? Не, ну карты, где хотя бы высота разная, там можно более скрытно пробраться. А тут весь центр просматривается. На ночи не пойдет. А, нет. Вот что. Я в блок-то пыхнула. Вот ты откуда родился. А, это синий-синий. Это же не мы синий. Что я делаю вообще? Я думал, это тиммейт. Оказывается, это как ты рандом. А что, я не сломал, что ли? Я бы эту бетку сломал. Что? Что, опять дефузить надо или что? Не, не, там она нормально. Нам просто сломать надо. Прекрасный привет. Что он там делает? В гости нас. На нас в красный бет. Мне еще звонят. Зачем мне звонят? Я не понимаю. Алло, это Витма? Нет. Это Патрик. Смотри. Анти-блокинг. У меня что-то ой, спингом. Попробую перезайти в Майнкрафт. Может поможет? Прямо сейчас? Можно прямо сейчас? Мы, думаю, с старшим справимся. Я упал. Один красный засейвался. Нас ломали. Ладно, пофиг. Бам-бам. А, не упал. Уважаю, уважаю. Ой. Теперь упал. Отлично. Третий уровень. Добавляется челлендж не застраивать кровать. Без алмазов. Дефузить кровать. И не застраивать кровать. Вадимчик решился работать теперь. Продолжи свои услуги другим командам. Может они согласятся. За Эмиральды, например. Там желтый идет. Я его пропущу. Могут сломать. Нет, не пропустил. Они тоже играют без застройки кровати. Молодцы, ребята. А! Я забыл. Кровать-то дефузить надо. Да, я три раза с пыли на последнем. Три раза. А, синим похер было. Надо стоять. Тебо кровать ломаю. Я стою перед ними. Они у меня даже дефузить не собирают. Синий тоже кровать не застроили. Красный тоже кровать не застроили. Мы не застроили. Эти зеленые не застроили. Это будет вообще смешно. А, нет, зеленый застроили. Мы не застроили. А, у него тоже застроили. Так, у нас здесь невидимка есть. А, пока лучше отобьете. А, у них? Badgun. Badgun. Ну, подождем Badgun. Ну, просто я думаю, сломан у них. Идем. Кровать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И там. Вот это прикол. Действительно. Прикольно. Нормально. Как будто даже не застраивай кровать было легче, чем застройка. Четвертый уровень. Добавляется челлендж без утилит. Нельзя использовать ничего из категории утилит. Ну, здесь есть двое. Один вкдр и все. Ну, и двое сту-стар. Сколько же у меня, интересно, сту-стар? 41! Мощный. Так, теперь нельзя покупать фаерболы, динамиты, золотые яблоки. Поэтому не забывайте про это. Кровать так же не застраиваем. Он неплохо получился. Арка такая. Дабл-харт. Нет, куда? Меня просто затроллили, как дешевка. Так, окей. Опять у меня здесь слот сменился. Вы прикалываетесь? Я быстро дефужу. Я открыл кровать, но... Не знаю, сломаю, не сломал. Bad has been defused. Я сломал. Это была максимальная руина, но при этом сработало. Как это сработало, непонятно. Я его закомбил и убил. Он мне Элла прописал. Смешно. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хотел только сказать, что сюда оказался в бездне за такие слова. Ты куда меня взорвал? Нет, я вам... Пинни, он троих снес, он профессионал. Э. Залты яблоко осуждаю. Это там кто-то выгинул. Нет, упал, честно. Я хороший, я хороший. Меня до тебя щелень сможет сделать в первый раз за дабл-нео? Это паркурчик, йоу. Найс. Найс. Получается, четвертый уровень был пройден. Пятый уровень. Добавляется челлендж не использовать эмеральды. 300 в КДР. Оба. 300? 300 в КДР, что? Да. Здесь, да? Они вышли. 300 в КДР челике, это, конечно, смешно. Прям, как будто трактористы зашли. Специально ради этой шутки и оплевка, ДР. Достойная цель, достойного самурая. Блин, OpenBet это даже, не знаю, хорошо, нехорошо. Будто бы даже так себе. Найс, найс, мы сломаем, кажется. Найс. С этим челленджем OpenBet как будто реально хуже. В закрытой хотя бы заблокиниться можно. Он строится к нам. Нет. Найс. Успел. Сломаешь? Он что-то убивает. Найс. Джи-джи. Шестой уровень. Добавляется челлендж не покупать броню. Окей, я так откалывал достаточно долго с сумбурным началом. Поэтому я сделаю краткий пересказ. Я и Е6 и Венти пошли в быстрый раш на красных. В то время как лимончик в одиночку пошел на синих. Добравшись до красных, я еле как смог заблокиниться. И раздиффузив, сломал кровать красных. Лимончик у синих на базе застроился эндерником. И так же раздиффузил и сломал кровать синим. Но в это время, как вы поняли, на базе никого не было. И это им воспользовался зеленый челик. И сломал нам кровать. А мы как раз пвп шли с красным, и у нас осталось очень мало хп. Из-за чего я, Венти и Е6 рипнулись. Ну, я рипнулся не совсем из-за своего хп, а чуть по другим причинам. Но это не важно. И тут остался один лимончик, которому теперь надо клачить игру. Только один на базе. Не видит. Видел. Какие есть? А у него нет крики. Нет, нет, нет. О! Он не додумался слева обойти. Он бежал. Сломал, хорош. Он укинулся. Это что было вообще? Как хилиться. Лимончик, вот ты говоришь, как хилиться. Время лечит. Народная мудрость. Скажи еще одну народную мудрость, пожалуйста. Лучше нет. Больше не надо, да. Хотела. Не, вот еще одна мудрость. Ты как кофе три в одном. Осуждаю. Осуждаю, да. Мы не на Твиче, все хорошо. А-а, я как раз таки на Твиче. И кстати, я там скоро собираюсь поиграть в игру, которую сделал Хлэп. Поэтому переходите на мой Твич. Ссылка в описании. Жду всех. А, никого нет записка. Эта записка так скреблась что ли? Дух СМЛ. Лучшие стримы по Майнкрафту и не только. Ну этот чел вроде слабенький. Да, 2009 если что. Ты не должен ребенку проиграть. 2009 это уже 14 лет, чел. Для меня это все равно ребенок. Ой-ой-ой, чем строимся? Он ноу. А что это? Два раза локбэк. Кринжать. Они даже сзади себя ставят, чтобы не упасть. Это ж насколько нужно трайкардить против челау, которого нету брони. Да они просто и дети техники безопасности. Чуваки сказали ноу риск. Один, кстати, инвизирует, да. Да, да, да. Кстати, можешь спокойно вот этого флукса даже скинуть. Найс. А этот флукс не додумается он. Хипи. Ники. Ну, попыл, чел. Ура, клатч. Жесть. Это прям жесточайший клатч соло просто, в соло. То есть это челлендж даже в соло выполним, да? Седьмой уровень. Дефузер заменяется на ухк челлендж. То есть хп не восстанавливается. То есть то же самое, что было в прошлой катке, но теперь у нас вместо дефузера нельзя отхиливаться. То есть мы не можем отхилиться просто физически. Нам бы сейчас красных затаргетить. А не соседей, нам других затаргетить. Чуваков кашут. Я понял. Так, только случайно броню не купите. Или там еще что-нибудь такое. Вроде. Я только про это говорил. И прям когда про это рассказывал, купил фаербол случайно. Но я его использовать не буду, конечно. Что за гений мысли? А, я же отхилиться не могу. Зачем я купил? Прокачал себе инструменты. 8 хп всего. Ладно, окей. Попытаемся пройти. Я только два соло разношу. Удей. Нормально. Добрый. А 8 хп реально хватило. Как же кайфово без дефузера. Так, собственно, для вас получится легче без дефузера, чем без отхила. Да. Поперевелись. Ну, поедей, дефузер, да, он там очень долго кровать ломать надо. А кровать в этой игре самое важное, поэтому возможно это реально сложнее. Ой, блин, извини, пожалуйста. Я оберегался. Ну, без отхила, кстати, есть одна особенность. Если мы потеряем кровать, то без отхила вообще клачет нельзя. То есть в прошлой катке мы дефузер смогли... Ну, то есть не мы. Лемонтик затащил. А здесь без отхила это почти анрил сделать. Он еще прокачался. Круто ему, конечно. А мне так? Чем? Восьмой уровень. Добавляется челлендж рашить команды только по определенной очередности. То есть пока не сломаем кровать одной команды определенной, вот желтой команды, а мы желтые. То есть мы ромаем зеленых, синих и красных. Вот по такой очередности. Пока не сломаем зеленых, нельзя рашить другие команды. Главное до базы добраться, у них кровать ничем не застроена. А уже застроили? Нет, нет, найс. Фаербол. Фаербол скинули. Тут ничего не было. Ничего не было. Давид нам все забрал. В смысле? В смысле? Так это правда, я пришел 5-5 железа. Я давно на базе уже не был. Если ты не сломаешь, то... А, я думал, при ней зафейлил все. А, найс, сломай. Как же больно. Зачем я упал? ХП просрал, просто так. Окей, я сломаю. Никого не слил, потому что ХП не хилится, нифига. Ну, нормально. Бам! О, слуга попал! Как это больно. Лерис, обернись мне для тебя подарок. Что-то? На. А зачем мне это? Кидать их? Да. А что еще делать? Найс! Отлично. Девятый уровень. Добавляется челлендж без меча. Запрещается использовать мечи. Бьем всем, что угодно, кроме мечей. Палки, если что, не ходят в этот список. Так, я ирашем, я тоже опять по определенной логике. Зеленых, синих и красных по очереди. Так, теперь зато можно сэкономить на мечах. Эти 10 железок можно потратить на прокачку инструмента. А их трое, кстати, у них единственный чел, тейповый, я отключился. А у них там... Вот тебе и тиммейт. Взял и отключился. Отлетел. У них еще... У них лук говна! Скорострельный лук. О, нет. А как теперь пробираться к этим челиксам? Легко. Удачи. Легко, да, согласен. Окей, паркур, паркур. Да ладно, это просто анрильная фигня. Угу, угу, угу. Стрельный сторон можно попробовать. Смотри, я... А, я почти пробрался. Я, я сейчас к ним проберусь. Я пробрался. Я тоже. Я отлюбил. Что за пулемет? Ах. Я убил больше. Я, я, я. А, мы выиграли? Да. Да. Молодцы. Десятый уровень. Ухака челлендж заменяется на слоу рефлексис. То есть, бить можно только раз в 2 секунды. Эх, прощай комбо. Теперь мы сможем отхиливаться, но бить мы можем только раз в 2 секунды. Вообще, изи. Я хочу по телебриджу. По телебриджу. Если бы не сказал, было бы... Построился бы дальше. Никогда не раскрывай своих телебриджев. А у зеленый идет, али комбо. Блин, я ему хп снес, но не смог. Упали. Что происходит? Легчайше. Я не почувствовал. Так, теперь на зеленых можно идти, да? Это такой. Я, ай. А у них дерево только? Не знаю. А, ударить нельзя. Ну и ладно. Ударить нельзя, когда можно ударить. А, я ударил. Я его слил. OpenBet. Ой, боже. Я не надижу хпиксель. Почему она настолько лаганая? Ммм, да. А еще очень они глупо сделали в этом челлендже, потому что не могли попросту сделать так, чтобы не носилось по игроку урон. Они делали так, что в общем, ты левокнуку мышки нажимаешь, и она у тебя кдшится. Да, я говорю, типа, про это как раз. То есть, если ты ломаешь блок какой-нибудь, то я тоже кд начинается. Да, и вот это очень глупо. Нам красные могут сейчас пойти. Он уже второй раз идет к нам, да что он докопался. Блоки убили. Классно. Почти попал. Невидимка, невидимка на центре. К нам может невидимка пойти осторожно. На нас уже, на нас. Найдет, идет, идет. Кто-то попадет. Я ударил. Я его баслан. Нет, баснули его. Так, еще один прибежал. 1,9 нет. А, ну. Сейчас мы его сольем. Командно. Не побить. Просто обудить луки и палки, да? А, кстати, палки, палки же есть. Откидывалки. Бам, зеленый. Бам. Может, зеленый зарашит? Красный, как нас зарашил тоже под невидимость. А и лук сейчас сломает. Да. Когда-то меня тоже вела дорога приключений. А потом не ограничили удары. Я, может, пожертвую с собой, но постараюсь сломать. Нет. Возвращается все. Все возвращаются. О, сломали. Невидимка. Это может быть класс. На мид идет. Нормально он умер. Он нагазанный умер. Он не умер. Давай. Ты жив? Я жив. А, тут я полтопы. Все, все, все. Все, все. Все, все. Найс. Найс. Так, остался красный, получается. Оттуда его, это угоденый шар. Один выстрел. Один хп, один хп. Вот. Это челгений. Два выстрела. Да, два по 10 выже. Найс. Найс. Одиннадцатый уровень. Добавляется челлендж играть с минимальными чанками. Окей. Мы только хочу сказать, что мы красными станем. Тогда надо рашить первым образом желтых. Только где найти этих желтых теперь? Я тут притаился. Фаерболл, челы, покупают. Могут все позволить. Я бы зарашил кровать такую бесплатную. Ой, найс. Найс. Все, осталось синих сломать. Такие надо пройти, и вообще идея сломать их. Но при этом нельзя пропускать никого к нам, чтобы нас не зарашили. А тут нифига, с двумя чанками не видно. Кто нас рашит, кто нет. Ой, какой мощный удар. Какой мощный удар. Второй мощный. Я сейчас солью кого-то. Я прям в чистом ПВП. Нет, не ударил. Ладно. Я слил. Боже мой, это такой класс. Я чувствую себя 1,9 ПВПшера. Так, я уберу эмиральд. Чтобы не достались всяким извергам. Выражаю искреннее соболезнование тем, кто из-за мощности своего аппарата всю жизнь так играет на глупчанках. Я так три года играл. Мне знакомо. С такими вещами, что это? Я не попал. Я... Бля, а тут нельзя же так сделать. И это ловушка Джекушкер, этот чел может все затащить. Уже не может. Дуин Зену Армор Челлендж. Они хотя бы поняли, что мы, кажется, челлендж делаем. Сейчас будут подаваться специально, да? Ну, то есть, у ребятки добрые, наверное, дадут нам шанс победить новичкам в Майнкрафте. Прикол. Бам. Писи. Я как? Я упал. Толпую. Бей его. Второй. Осторожно. Лоха П, лоха П. А нет, он отхилился. Так, я сейчас тоже лох куплю в бамыстрем. Найс. Все, найс, накотсал. Хотя, не так сильно. О, найс. О, легко не почувствовал. Давай, Чанка Челлендж выполнен. Но следующий челлендж, он уже сделает игру почти нереальной. 12 уровень. Добавляется челлендж без луков и палок. Желтые слева от нас, да? Если не путаю. Или справа. Да, да, слева. Блин, а у нас только три удара сейчас есть. Надо... Он выжил! Ой-ой-ой. О, нет. О, нет. Это хип. О, вовремя. Кайф. Отлично. Клач? Мне кажется, нет. Почему? Вполне себе клач. Топор гэнг. Ой-ой-ой-ой. Как же он мне больно бьет. Деньги, дай ему. Синий не сяди. А он побежал за нами. Ну, само собой. Что же ему делать? Не оставлять же свои файналы, да? Нет. Избиваю. Избили. Ха-ха. Ты что, смеешься над моей смертью? Нет-нет. Над синий. Что-то пока не сломает сами. Не знаю. Может, они сломают? Вот у желтых степло и дырняк дерево. Ну, и все, не меня спасают. Там и желтый сзади. Я рип. Скорее всего. Или нет? Или я выжил? Выжил. Блин, какой же, конечно, онлаки раш получился у нас вначале. Найс. Там сзади синий опять. Ну. Еще желтый. Может, вы друг друга попытаетесь сломать? Великолепные желтые и синие команды. Он упал? Вот тебе и прикол. Зеленый. А, да емая. Опять забыли, что зеленые домы. Ой, найс, найс, найс. Синие и красные остались. Я вообще красных закатку ни разу не видел. Что они делают, интересно? Двое мид, один алмазный. Нет. Амалаки. Там с другой стороны еще бежит синий. Один поднялся уже наверх, кстати. Лучше убегай. Ой, 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 финал киев. Тут красный залезли, что еще один час исполнится. Заметь. Опа. Блоки закончились. Верха. У меня блоки в фото закончились. Я уже испугался. Ладно, мне надо чуть-чуть прохилиться. Я пойду, закуплюсь блоками. Это вся роскошь, которая тебе позволена. Шикуем, короче, сегодня покупаем блоки, лестницы. В честь сломанной кровати красных. Можно себе позволить закупить себе вот такие вот блоки. Ой. Ой-ой-ой. Ну, второй слева-справа. Ой-ой-ой. Он упал? Как? Как он упал? Я думал, он за мной уже бежит. Маленькая. Я отхожу, отхожу. Открой. Просто постарайся так живо. На этой карте можно построить любопытнейшую траку, на которую он может попасться. Но это объяснять долго. Он упал? Упал? Упал. Это самый странный клатч, наверное, в моей жизни. Но при этом это клатч, то есть мы выполнили челлендж без палки и без луков и мечей. Чисто с инструментами. Тринадцатый уровень. Добавляется челлендж без инструментов. Теперь нам нельзя даже использовать инструменты. То есть инструменты не покупаем, играем только от руки. Расплюнуть. Расплюнуть, ага, сейчас. Да, прям в монитор. Так, найс, красный убежал. Нет, 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 нет. Хит не дался. Хит не дался. А, ну, у меня это получается. Мамбаткан, все. Постепенное поплаво в мозге начинается. Ой, what? О, нет. Бегут ломать. О, нет. Да, гигай. Да забейте. О, нет. Наступай, избивают. Мы что, сделать не можем? И, не знаю, там, карту паладин попробовать. Ну, давайте карту паладин. Я перезакину? Да, можешь перезакинуть. Я, видма, затащит, да, в соло? Я закидаю. Не, 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 куда? У меня одно хп еще есть. Я могу еще фулкатку так побегать. У меня недооценивай. У меня время жизни так жалпники догоняли, потому что я от них убежал. Потому что я быстро бегаю. Зачем здесь терешься? А, нас сломали. Ой, what? Блин, я даже ударить не могу. Блин, я даже ударить не могу. Блин, я даже ударить не могу. Инвиз! Все, кг. Он реально сейчас махал на гипах. Боже. Да ладно. Бейся старт челик на открытой бетке. Серьезно. Блин, это он писал? Да, это он и писал. Он ливнул, дисконнектнулся. Он просто остался, чтобы нас зарашить. Это его цель была. Может они сейчас устанут и просто ливнут. Покидай пати этим кентом. Реально, здесь два не пати и просто кинем пати и не паркнем лобби. Всем. Let's go. Так, нам направо Лерис. И синий эндерняк. Они издеваются? Что это? Почему у всех эндерняк? Там зеленый может ломать. Он сверху с тулами. Да нет, он не сломает. Он такой же умный. Там они в принципе все разделяют один босс. Да е-мое, почему они не знают, что такое отталкивание? Если ты лет эту игру играю, то они не знают, как оттолкнуться нормально. Ломает, ломает. Почти сломал. Открытая кровать. Блин, а как? Я не могу сломать. А как? Блин. Там щел тупо встал, как стенка. Они просто встали на кровать, открытое место и все, мы никак не можем сделать. Потому что их нельзя подвинуть. Мне кажется зеленые... Не, они застроили, они застроили обратно. Зеленый сейчас сломается. Найс, 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 найс. Этер зеленых. Только у зеленых тоже застройка. У них только терракота. Терракота. Реально полный ролплей новых версий. Ты что вообще? Так у них реально терракота? Или что это или это глина? Видно. А это глина? Да у меня просто... Не, мы просто в роли вошли 1-9 версии, но в новых версиях. Да. Наше сердце сломали, алло. О, вот. Они, кстати, этот... Измрудултая там у них опса, может быть. Блин, чего этого не хватало. Там и синих колем даже. Могут позволить пареньки себе. А, глина там, инстон, наверное. Стекло еще. Там, короче, яйцо слоев так и 4. 100 слоев челлендж. Все, я их сломаю. Они не знают о моем существовании. Я их сейчас сломаю. Йоу-йоу-йоу. Найс. Хорош. Сейчас, возможно, зеленый сломает синих. Он идет... А, он не идет. Давайте зеленых сразу. Давайте просто попробуем. Оттуда можно. Он в сердце взорвал наше. Вонючка. Хотя АЛС от всех открыто, что ли? Да. Хороший левец. Они не знают о твоем существовании. Они знают. Или кто эти застровывают. Они на меня. Рутин зоном. Слои инстона добавляйте. Да-да-да-да, я добавляю. Да, я ломаю, ломаю все. Я на дырнях ломаю. Отempена! Так. Все, все, все. Последний, последний дырняк. Нит, не одевни. Нит, не перекладывай санженом. Ну, мы все.. Мы все... Последний дырняк. ..нерк. Окей. самый тупой какой-то такой зачем ты ломаешь данных я хаплюсь просто все нас теперь осталось добить их может попытаюсь их забавить кого-то из них может кто-то за мной они не выйдут вообще вообще один побежал за мной и 6 вообще кладешь эту катку чисто столько киллов надо отойти эти не выйдут они тоже через выполняют что они мечи не используют используя использует убегает убегает один они вышли 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 совсем а за из блоки стомать чуть не успели 1 1 1 1 остался думаю это наш шанс ай я умер это было очень четырнадцатый уровень добавляется челлендж только золото использовать можно только золото скидываемся кому-нибудь быстрее на все равно не хватит на чужую базу 32 блока всего хватит за блоки не захватит у них говно поставили уж забыл киньтесь просто несколько человек просто сразу а вот пять блоков не хватит на блоки как блоки ница как блоки ница и беги за мной ты меня спалил я нормально я забыла и нельзя же компе зачем я пытался можно там и закончим мне кажется в целом тоже такое ощущение что вот это финал . то есть у нас на всю катку было одно дерево чисто одним деревом и это стало для нас тем пиков которым мы не смогли пройти вообще мы даже мы даже особо не пытались одну игру всего сыграли мне кажется это уже нереально то есть просто на везение море не смогли на наведение да но наведение да это уже не скилл будет поэтому мне кажется это вот тот самый момент который так хотя если мы убрали вы например slow reflexes мне кажется это возможно выполнить ну тогда очень можно как вам челлендж последний уровень ликотня на самом деле я я даже вообще ни одной ботинки у меня не пошло это настолько и было легко что мы даже решили короче закончить на этом и дальше не продолжать но так бы мы бы все челленджи абсолютно все мы бы выполнили ну в принципе было очень легко не знаю не очень понравилось пись постепенно идти до какого момента вам было в целом легко пока не было хит в два раза в две секунды какой самый сложный челлендж был для тебя думаю без инструмента приводить на самом деле мне понравилось было весело прикольный обувь я бы даже повторил бы как раз повторили они в их не знают да да челленджи получились настолько интересны что в этом видео увидели как мы выполняли эти челленджи уже во второй раз зачем мы два раза их выполняли ну мы хотели проверить свои силы и сделать их два раза чтобы наверняка шутка просто у меня поломался у бс и картинку было не видно да но в целом челленджи особенно последние уровни оказались реально сложными не стало интересно сможет ли кто-то из сильных подвозьера кто смотрит это видео повторить это поэтому я бы хотел передать этот челлендж бедварсером того кто выполнит это раньше всех и выложит на youtube я прорекламирую у себя в сообществе для этого надо не нарушая все эти условия победить в бедварсе ну и чтобы я вас нашел надо оставить хэштег лирис челлендж в описании ролика я конечно не думаю что кто-то станет себя мучить такими челленджами но может есть какой-нибудь скилловый новенький бедвартер в нашем комьюнити который возьмет и выполнит это а может и нет пока кстати в записи было очень много интересных моментов которые не попали в основное видео поэтому скоро выйдут хайлайты